Северный завоз проходит в плановом режиме. Активно ведется отгрузка в Оксе на Великовисочном и Тельвиске. Об этом на еженедельном совещании доложил генеральный директор Северожилкомсервиса Сергей Калашников. Обсудили и другие не менее важные вопросы. Алина Ваучейская с подробностями. Плановая работа над бюджетом 2016 года идет полным ходом. Главный экономист Ненинского округа заявил, что расходную часть окружной казны в следующем году планируют сократить на 15-20%. Доложил Владимир Бланк и о текущем исполнении бюджета 2015 года. Бюджет округа выполняется напряженно, но без судьбов для обеспечения финансирования пока без привлечения кредитных ресурсов. Также Владимир Бланк обратил внимание муниципалитетов на нарушение нормативов расходов на содержание госслужащих. В частности, это коснулось главы администрации Наринмара. Мэрия должна сократить количество муниципальных чиновников как минимум на 16 человек. Это требование до сих пор не выполнили, в связи с чем администрация региона приостановила предоставление межбюджетных трансфертов. О решении кадровых вопросов, а именно о задолженности по зарплате, доложила и руководитель Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты населения Нина Эль Семяшкина. Напомню, задолженность перед работниками СПК «Колгуев», «Наринмар-сейсморазведки» и «Наринмар-строя» составила порядка 68 миллионов рублей. На сегодняшнюю дату «Наринмар-сейсморазведка» должность погасила. Ведь 819 работниками на общую сумму 42 миллионов рублей, у нас тут 4 тысячи рублей. И позитивность в этом вопросе у нас есть. В «Наринмар-сейсморазведке» все куда сложнее. Это признал и новый директор предприятия, которого, кстати, официально представили на оперативном совещании. Александр Князев вступил в должность 22 июля. В интервью нашему телеканалу он отметил, что задолженность по зарплате перед сотрудниками обязательно погасят, а затем займутся спасением предприятия. Мы имеем определенный план санации, но его нужно скорректировать по вновь отрывшимся обстоятельствам. Нужно провести полную ревизию. И пока рано делать какие-то заявления. Мы намерены вывести ситуацию из кризиса. А вот правоохранители обеспокоены ростом преступности в регионе. По итогам первого полугодия количество убийств, грабежей, побоев и другого умышленного причинения вреда здоровью, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на почти 79%. Доля таких преступлений почти половина и превышает среднероссийский показатель на 17,7%. К примеру, по Северо-Западу эта цифра равна 28,5%, по России – 32%. Об этом доложил заместитель начальника окружной полиции Сергей Сахаров. Он обратился к представителям власти с рядом предложений. Вернуться к вопросу создания нормального учреждения по вытаселению граждан. И второе предложение – инициировать вопрос об измерении законодательства Нинского автономного управления части полного запрета продажи спиртных напитков, в том числе и предприятиями, организациями, осуществляющими услуги общественного питания, развлекательными заведениями в ночное время. Также в ходе еженедельного совещания обсудили ряд других важных вопросов. В частности, руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК доложил о подготовке к празднованию Дня оленя. На полгуев будет выполнен рейс, и Сергей Сергеевич Севертов летает, и будут на полгуев довезены оленей кожи. Кроме того, сотрудники Департамента вместе с представителями других Департаментов. Завершилось еженедельное оперативное совещание по традиции докладом глав муниципальных образований.